Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Поругались с парнем, живём вместе. Раньше я работала и всё делала сама. На данный момент мы только переехали в другой город, он не работает, постоянно играет в игры и я занимаюсь хозяйством. Сейчас мы живём на деньги его наследству. Мы планировали открыть свой совместный бизнес и работать над ним вместе, но события не дали. В ссоре сказалось, что теперь я на вольные хлеба, потому что, видите ли, мне никто ничего не должен, но я и никогда сама ничего не прошу. Деньги на лишние расходы у меня имеются. Как проучить и показать, что меня воспитывать не нужно, и я не завишу от него. И лишь наоборот нужно показать свою слабость. Несколько странных, я бы сказал, по составленному тексту вопрос, как будто бы вот семантика немножко теряется здесь, на мой взгляд, но могу ошибаться. Вообще, мне кажется, что если вы хотите доказать или показать, что вы независимы и вас воспитывать не нужно, то как-то вот, наверное, проучивать-то никого как раз-то и не надо, потому что желание проучить, оно возникает как раз-таки из такой, знаете, потребности, что ли. Из такой потребности как раз-таки самоутвердиться и как раз-таки что-то доказать. Поэтому вот тут есть, конечно, такие некоторые дефиниции довольно-таки опасные, на мой скромный взгляд, для вас. Вот, и я бы, наверное, как-то всё-таки подумал о том, чтобы не доказывать что-то, подумал бы о том, в первую очередь признаться по себе в том, что я чувствовал в этой ситуации. Да? То есть вот, ну просто, просто вот что я чувствовал. Что я чувствую, да? Ну, что я ощущаю, например? Вот я думаю, что, я думаю, что как-то вот в этом направлении вам нужно, ну, двигаться, вот, в первую очередь. Как мне кажется, по крайней мере. Это такой момент, такой аспект, это первое, на что бы я, ну, обратил бы ваше внимание. Второе, на что бы я обратил ваше внимание, заключается в том, а из-за чего, собственно, конфликт произошёл. То есть из-за чего вы поссорились. В своём тексте вы этого не пишите, вот, а информация это достаточно важно, как мне кажется. И я бы, ну, наверное, на неё бы, в первую очередь, обратил бы внимание. Своё, своё. Вы говорите, как его проучить или как показать, или показать слабость. Да? Вот вы пишите. Или наоборот, нужно показать слабость. Для чего? То есть, понимаете, вот такое ощущение, да, у меня, у меня складывается, что человек, вот он, как-то, знаете, ну, не оправдал ваши ожидания, что ли. Вот такое ощущение, такое чувство у меня вот есть, что человек ваше ожидание не оправдал, а вы на него сейчас обижены. Вот, ну, так, достаточно сильно получается, на него обижены вы. И вот вам хочется как-то отыграться, понимаете, такая штука. Ну, это позиция как раз, ну, позиция такая, позиция слабого человека в данном случае, к сожалению. Вот, а я как-то вот могу сделать предположение, что вот вы пытаетесь, возможно, казаться, ну, казаться сильнее. Казаться сильнее, чем вы, чем вы и есть, на самом деле. Я предположу, что вы склонны к тому, чтобы замалчивать свои чувства. Вот. Вот. Ну, опять же, это в данном случае мои предположения, да. Вот. А вы пишите, что там, ну, вот вы планировали, да, вот, заниматься там международным бизнесом, а он вот играет в игры и так далее. Вот. То есть, здесь ситуация какая, здесь ситуация такая, что вот, с одной стороны, вроде бы как, вроде бы как, вы стараетесь выстраивать партнерские отношения, но с другой стороны, как будто бы ваш молодой человек проявляет здесь некоторую такую инфантильность, да. С вашей точки, ну, вот именно, с вашей точки зрения, как вам кажется. Ну, судя по тому, что вы описываете, да, он проявляет такую вот инфантильность, и вам от этого неприятно. А инфантильность у человека, она возникает, ну, по ряду причин. В частности, эти причины могут быть связаны как раз таки с поведением в отношениях ваших. Вот. Ну, то есть, вот с тем, как я себя веду в отношениях, да, как я себя позиционирую по отношению к человеку. Вот. Например, то, что вы занимаетесь хозяйством, ну, вот, может быть, может быть проявлением такой, знаете, родительской позиции по отношению к мужчинам жизни. Вот. То есть, позиции, в которой человек чувствует себя ребенком. Вас, соответственно, чувствует, с одной стороны, очень сильный. Вас чувствует, скажем так, жесткий. Вот. И, условно говоря, заканчивается все тем, что вот между вами как-то общего очень мало становится. То есть общего, именно общего между вами, вот, ну, как будто бы и нет. То есть вы вроде бы партнёрские отношения и выстраиваете, да, с одной стороны, вроде бы. То есть вроде бы вот бизнес совместный, да, вот. То есть вроде бы вы хотите партнёрских отношений, вроде бы. Ну, с другой стороны, вот, как раз в вашем поведении может человека, так скажем, что-то от этого отталкивать. Вот. От того, чтобы воспринимать вас как партнёр. Важный момент, важный момент, который, на мой взгляд, необходимо осветить, осветить. Ну, момент, понятное дело, такой, он достаточно необназначен здесь, потому что с этим можно не согласиться. В принципе, но, тем не менее, момент это важный, заключается в том, что он... События, которые, вот, произошли, да, о которых вы говорите, они ведь могут совершенно разные реакции вызвать у людей, да, вот. Совершенно разные могут вызвать реакции у людей, на события. И реакция вашего, например, молодого человека, она вполне может быть реакцией на события. Вот. Потому что, ну, для многих людей... События, они травмирующие. Эти. Ну, по разным причинам, да. То есть, как бы, тут, ну, в любом случае, какие-то перемены негативные. Вот. И, соответственно, человек может по этому реагировать. Он может, эээ... Вообще... В целом... Реагировать на это... Там, протест, там... Ну, то есть, как вот, знаете, как... Ну, классическое такое... Эээ... Классическое... Такое... Отрицание, я бы сказал, да. То есть, то есть, вот, ну... Эээ... К сожалению, это вот, ну... Это факт, вот, что... Отрицание, оно вот... Ну, как-то действительно в этой ситуации возможно. Ну, я бы все-таки, наверное... Эээ... Смотрел бы... В сторону того, чтобы... Дать вашему молодому человеку, ну, хотя бы, немножко времени для того, чтобы акклиматизироваться. Ну, вот, если он так тяжело это переживает, ну, понятно, что... Любой человек переживает это нелегко эти события, но... Как бы, все равно пора. Да. То есть, вот... Ну... Условно говоря... Кому-то... Ах... Кому-то легче, да. Условно говоря... Кому-то сложнее. Кто-то... Относится к этому... Как бы, ну... Эээ... Эээ... Стоически, да. Воспринимает. То есть, ну, трудности, трудности, как бы, на первый раз. А кто-то может... Кто-то может относиться к этому, как к катастрофе, как к катастрофе и так далее. Вот. У кого-то были планы, и... Эти планы поручились. У нас есть люди, которые... Ну... Достаточно... 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 Тяжело... Эээ... Ну... Тяжело достаточно воспринимают... То, что... То, что планы раз... То, что планы раз... То, что планы разрушились. Понимаешь? То есть, вот такие люди есть, это нужно... Эээ... Это нужно обязательно учитывать. То есть, не учитывая это, мы просто, ну, немножечко, как бы... От реальности отходим. Да. То есть, это вот... Эээ... Я понимаю, да, что это может быть, ну, тяжело. Я понимаю, что это может быть... Эээ... Ну, в какой-то степени неприятно. Я это прекрасно понимаю, но... Эээ... Эээ... И... Молодым... Ээ... Человекам, что между вами общего? Что вас объединяет? Что вас связывает? Потому что... Эээ... Ну, если... Вот вас не связывает, да... Эээ... Как бы... Если мало... Эээ... Эээ... Если мало того, что вас связывает... Мало. И именно мало. Вот. То, конечно, ну, вот... Какие-то трудности... Они... Эээ... Эээ... Ну, они вне всякого сомнения будут. В любом случае. Потому что трудности помогают преодоле... Эээ... Помогают преодолеваться именно то общее, что между людьми... Между людьми есть. Вот. Это необходимо учитывать. Это необходимо... Ну, необходимо это понимать. Понимать. Вот. Эээ... Вполне возможно... Что... Эээ... Вполне возможно... Речь идёт о том, что вы разочаровываетесь сейчас. То есть вот... Ну, вы чувствуете разочарование. Вполне нормально. То, что вот... Ну, то, что вы чувствуете разочарование, да... Это вот... Вполне такая... Пускай и... Какая-то неприятная, да... История. Но... Тем не менее, это реальность. Что вот... Ну, ваш... Эээ... Молодой человек, скажем так... Эээ... Вас... Ну, разочаровал, да... Что он... Не оправдал вашу надежду. Он... Эээ... Ну, как... Как бы... Вот... Оказался... Не таким... Он оказался... Не тем... Эээ... Может быть... Кем... Кем вы его привыкли... Привыкли видеть. Это, конечно, тоже болезненно... Болезненно... Безусловно... Безусловно... То есть... Это... Это неприятно... И... Мне кажется, что то, о чем вы сейчас говорите... Вот... Именно... Про... Какое-то... Какое-то такое желание... Человека... Ну... Вернуть... Да... То есть... Вы хотите... Ну... Чтоб он... Снова... Чтоб он снова... Чтоб он снова... Эээ... Чтоб он снова стал тем, кем он... Тем, кем он был... Вот... Обычно, как правило... Когда люди... Ну... Когда мы говорим... Про... То, чтобы проучить... Да... Мы имеем в виду... Вот... Именно этот момент... Мы имеем в виду именно момент того, что... Вот... Нам... Сложно... Ну... Сложно принять... Факт того, что... Чтоб он оказался немножко не таким... Каким мы его... Хотели видеть... Каким мы его хотим... Хотим видеть... На... На... Не тем, на... На кого мы рассчитываем... На кого мы рассчитываем... Вот... К сожалению... Да... И... Вот... Эээ... То, что вы хотите его проучить... Это вот как раз... Выглядит... В этом мысли... Эээ... Эээ... Как раз... Эээ... Эээ... Вашим... Ну... Скажем... Скажем... Скажем так... Эээ... Вашим... Сопротивлением... Сопротивлением... К тому, что... Вот... Человек оказался... Ну... Просто вот... Не таким... Не таким... Каким вы рассчитывали... Вот... Поэтому здесь важно взять на себя личную ответственность... Вот... Эээ... Вообще с личной ответственностью... Мне кажется, у вас есть трудности... Вот... При этом я понимаю, что... Что... Сейчас... Эээ... Эээ... Вот... В... Ну... Вступ... Вступаю... Эээ... Эээ... На... Несколько... Такую скользкую дорожку... Потому что... Вы не согласны... Эээ... Скорее всего с этим... Будете... Вы... Говорите о том, что... Что вы себя сами обеспечиваете... Я вам... Я вам верю... Я ни в коем случае не говорю о том, что вы обманываете... Ну... Вот... Моя задача она все-таки немножко... Немножко в другом... И... Немножечко про... Эээ... Эээ... Другую личного... Личную ответственность... Я здесь говорю... Да... То есть я говорю про ответственность... Эээ... За некую такую... Психическую активность... За ответ... Ответственность за свой выбор... Вот... Эээ... Эээ... Вот это мне кажется то... Что... Вы... Ну... Не совсем проявляетесь здесь... Потому что... Ссора, например... Это... Вот вы говорите просто... Что мы поссорились... Ну... Понимаете... Эээ... Как бы... С точки зрения психологии, например... У того, что вы поссорились есть свои причины... С точки зрения психологии, например... Эээ... Тот факт, что вы поссорились... Обозначает только то, что... Эээ... Ну... Что вы сами... Эээ... 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 Не заметили... Чего-то... Эээ... Эээ... Себе... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... Ээээээ... проблема, то есть это можно решить. А если вы, например, предпочтете разобраться в себе, если вы предпочтете поисследовать себя, если вы захотите меняться, то есть тут вот есть такой важный момент. Но я пока не знаю, хотите ли вы меняться. Вот еще на что важно обратить внимание, что я пока не знаю, хотите ли и готовы ли вы меняться, потому что процесс этот не всегда быстрый и не всегда легкий, и здесь тоже в наличии присутствуют, скажем так, разочарование. То есть это процесс, где тоже могут быть разочарования. Понимаете, да, понимаете, да. Поэтому очень важно на это обратить внимание и очень важно этому уделить свое время. Ну да, да, свое время. Вот. Такой момент. Дальше идем. Какие у вас чувства? к вашему молодому человеку, да. Что прямо сейчас по отношению к нему вычувствовать? То есть, да, это может быть злость, да, это может быть какая-то обида, это может быть разочарование, это может быть что-то связано, например, с уязвленным таким самолюбием. Вот. Возможно, это похоже на униженность. Вот. Ну, здесь понятное дело, что здесь есть детали, здесь есть нюансы и так просто, наверное, об этом сейчас не поговорить. Но, как вы понимаете, все это про, больше про вас, да. То есть это все больше про то, как я себя чувствовал. Я хотел бы, чтобы вы увидели то, что вы чувствуете непосредственно к молодому человеку своему, да, вот что вы по отношению к нему чувствуете. Ну, вообще, что вы чувствуете по отношению к нему. А если у вас, там, ну, не знаю, любовь, уважение, там, благодарность и так далее. Потому что, ну, как бы, чисто формально, если мы говорим, вот чисто формально, молодой человек ничего плохого не делает. То есть чисто формально молодой человек, ну, как бы, он находится, в общем-то, в своем, в своем праве, да, молодой человек, он, в этом смысле, в праве, как угодно, там, допустим, распоряжаться своими деньгами, да, своим временем и так далее. Что, там, ну, что гипотетически беспокоит вас, да, это вот то, что он вам обещал, например, и вот то, что он не сделал, например, да, вот это вот вас, конечно, ну, конечно, может беспокоить. Вот, и это, это нормально, что это так. Вот, но я все же хотел бы, чтобы вы как-то вот преследовали свои чувства, которые у вас есть к молодому человеку, и вот, как-то вот, ну, подумали на тему того, да, вот, что я вообще к нему, что я вообще чувствую к нему, к нему. И чувствую ли я что-то, вот, потому что, может быть, у вас и нет за время, что вы вместе, может быть, у вас не осталось. Просто место для каких-то, ну, позитивных, светлых чувства, а остались там, например, не знаю, только обиды, только какие-то, вот, ну, претензии, да, и все. То есть, то есть, такое тоже, ну, как-то вот, на мой взгляд, нельзя исключать, хотя, что, безусловно, неприятно, да, но, на мой взгляд, нельзя, нельзя это исключать, ни в коем случае. Вот. Как-то, как-то так. Ну, и последнее, что хотелось бы, наверное, сказать, заключается в том, что, на мой взгляд, вы используете манипуляцию, то есть, и показать свою слабость, и история про то, чтобы вот его, ну, проучить. То есть, это все про манипуляцию. И, понимаете, одно дело, если вам как-то на самом деле хочется быть более слабой, и одно дело, если вам на самом деле тяжеловато дается, например, ваша независимость, или, например, вы считаете, что, там, ну, мужчина, грубо говоря, должен обеспечивать женщину, да, а в этом абсолютно ничего плохого нет. Просто вопрос-то заключается в том, чтобы вы, вы, чтобы вы, ну, взяли ответственность за свою позицию, что если у вас есть та или иная позиция, чтобы вы ее продвигали, чтобы вы ее защищали, то есть, чтобы вы отстаивали от своей интересы, понимаете, какая штука. А сейчас просто так вот получается, что вы не отстаиваете свою позицию. Если вы вели себя как достаточно независимый человек, то и, естественно, мужчина тоже, тоже, тоже вполне может вести себя как независимый человек на всех, что называется, основаниях. Он имеет на этом, в данном случае, ну, вообще полное право. Вот, вы можете сказать, она, что имею полное право я. И вы точно-точно так же имеете на все полное право. Вопрос в том, что он свою позицию заявляет достаточно активно, а вы нет. И, по-видимому, по-видимому, вы, ну, в какой-то степени, из-за этого возможно, из-за этого возможно нет, вы чувствуете себя уязвленным, вы чувствуете себя обиженным. Мне кажется, что в определенный момент отношения вы начали воспринимать больше все-таки как, знаете, как, такую, ну, я бы сказал, инвестицию. Хотя отношения это ни в коем случае не инвестиции. Отношения это отношения, где, в принципе, ну, вот все может измениться и измениться очень быстро. Да, как бы, то есть если вот сегодня молодой человек хотел там заниматься бизнесом, вот, то завтра он еще может не хотеть. И в этой степени возникает, ну, вполне такой, достаточно резонный вопрос, да, вот, что делать, что делать мне, как бы, в этой ситуации. Мне-то как бы. Вот. А вам вот как раз опираться на себя, необходимо, вам как раз необходимо опираться на себя, и вам как раз необходимо отталкиваться от себя, от того, чего хотите, чего хотите лично вы, вот. То есть, если вы хотите чего-то одного, окей, если вы хотите чего-то другого, окей, вот. То есть, ну, я бы, я бы вот, наверное, наверное, в этом ключе бы как-то здесь смотрел. Ну, а мне кажется, что для независимого, да, для независимого человека вы, по-моему мнению, скромному, слишком, слишком сильно, вот, зависите от него. Вот, то есть, мне кажется, что такой момент, он совершенно неприемлемый. И получается, что вы, вроде как, себя, может быть, обманываете. В этом смысле, чего бы не хотелось, то есть, очень бы не хотелось, чтобы себя обманывали. То есть, возможно, вы обманываете себя. А, возможно, вы, действительно, на самом деле, всегда, всегда так вот думали, как вот, ну, как думаете. И, как-то вот, может быть, даже и не задумывались над тем, что там, ну, что ситуация, ну, может быть, другой. Вот, если так, то я, конечно, рекомендую вам об этом подумать, если так, то я настоятельно рекомендую вам задуматься, вот, над тем, каким путем вы идете, да, и над тем, чего вы хотите, и над тем, какие у вас ожидания, да, и вообще соответствует этим ожиданиям человек. Вот, потому что ссора, это во многом история про то, что я долго себя сдерживал, да, я очень долго себя сдерживал, я очень долго вот чего-то себе не позволял, я очень долго себя зажимал, вот, и, значит, наконец-то вот дал себе как бы волю, да, и вот взорвался, то есть, ну, как бы, это, во-первых, выглядит немножечко всегда так, ну, несколько, несколько странно это выглядит, с позиции, вот, как правило, ну, с позиции другого человека, как это выглядит, выглядит всегда немножечко странно, вот, что, во-первых, а во-вторых, вам само это, ну, вам само это ничего, ничего не дает, кроме, там, не знаю, кроме разочарования какого-то и так далее, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, удачи вам, всего самого доброго.